А для тех, кто еще не стал родителями, а только готовится к этому, какие бы Вы дали рекомендации по тому, как к этому вообще отнестись? То есть как себя готовить к отцовству, к материнству? Вот эта квалификация родителя, она вообще ее можно как-то описать? Самая главная квалификация, фундамент, это понимать, что ребенок не мой. Ребенка дает Бог, Вселенная, по-разному можно это называть, судьба. Ребенок не мой, его дает жизнь мне. Почему? Потому что доверяет мне, что я могу помочь ему. Доверяет мне в двух вещах. Потому что от этой личности я могу чему-то научиться сам, несмотря на то, что я взрослый, а он маленький. Нет, нет. Если мы правильно будем относиться к детям, мы увидим очень многое, что есть у них, чего нет у нас, это наши учителя. То есть жизнь посылает мне учителя через моего ребенка. И второе, почему она мне его посылает, чтобы я помог ему развиться, найти свое предназначение, состояться как личности, обрести эту зрелость, силу внутреннюю. Это уже моя ответственность, как отца или матери, на помочь ребенку. То есть фундамент правильного родительства – понять, что ребенок не мой, мне его доверяют. Вот это фундамент. Второе, что важно понять, что родители учат не словами, а своим примером. Поэтому во многом, какие у них отношения друг с другом, отца и матери, мужа и жены, вот это и будет воспитание. То есть если ребенок – мальчик, он будет смотреть, как отец относится к матери или как мать относится к отцу. То есть здесь для него некая установка, что значит быть мужчиной. То есть, например, если женщина, она подавляет мужчину, то есть она сильнее психически, как бы так, ну давит на него. Все, возникает мальчик, тряпка, потому что он впитывает как бы этот образ отца такого, безвольного, подчиненного женщине. Он никогда не сможет толком взять ответственность за женщину. Он будет вот таким же слабым, он тоже сценарий будет потерять в отношении к женщине. Если отец подавляет мать, то возникнет вот этот вот мальчик, который также агрессивно будет относиться к женщинам. То есть вместо того, чтобы защищать женщину, он будет давить на нее и требовать от нее, что она должна делать для его благополучия. То есть возникает эта модель. С девочкой то же самое. Если девочка видит, как мать подчиняет отца, у нее возникает сценарий власти такой. То есть она будет подчинять мужчине, это означает, что никогда не станет счастливой. Потому что женщина, она хочет покровительства по своей природе. Но если женщина играет эту роль сильной, она никогда не получит покровительства. Она получит власть, но никогда не получит удовлетворения внутреннего. Потому что природа женская, это природа, которая ищет защиты, покровительства, заботы. Это природа женщины. То есть так разрушается характер девочки просто через пример. И, соответственно, если мать подавляемая, то есть она несчастна в семье, потому что мужчина ее подавляет, возникает сценарий жертвы у девочки, когда в ее жизнь будут приходить деспотичные мужчины, которые будут агрессивно к ней относиться и подавлять ее как личность. То есть это все возникает через примеры. Поэтому второе, что я хочу сказать родителям, это наша ответственность быть целостными и гармоничными и правильно строить отношения друг с другом, это наша ответственность перед детьми. Вот что важно понять.